Приветствую YouTube, приветствую моих уважаемых зрителей. Вы знаете, друзья, вчера я разменял свой очередной день рождения. И, в общем-то, оставить себя без нескромного подарка, как бы я не мог. Ну вот, немножко не успела, кстати, посылка прийти к вчерашнему дню. Получил сегодня. Сегодня был рабочий день. Опять довольно поздно вернулся. Работать приходится много. Будет сегодня еще одна распаковка достаточно интересного ножа. Посмотрим на мой новый нож. Нож автоматический. От компании Guardian Tactical. Одно из последних моих видео было посвящено вот этому прекрасному ножу. Guardian Tactical 040 модель. 040-ая Recon. Recon 040 от компании Guardian Tactical. Нож меня настолько впечатлил, что я решил приобрести еще один нож этой же компании. И, полагаю, что не последний. Замечательная фирма. Замечательные ножи. Все на высочайшем уровне. И вот сегодня мы посмотрим на еще один нож. Нож достаточно редкий в том смысле, что, ну, похожие ножи, обзоры есть на эти ножи, но вот конкретно на эту модель я их не нашел. Похоже, что он будет единственным на YouTube вообще, включая англоязычные обзоры тоже. Там очень небольшая серия, насколько я понимаю, этих ножей. Ну, в общем, я, по-моему, чересчур много говорю. Давайте-ка мы сейчас конкретно смотреть на этот нож, и тогда будет все более или менее ясно. Вот так вот. Посмотрим. Что-то тут у нас. Вот так вот. Вот так. Этот ножик мы уберем. Так. Коробочка. Там сопроводил, когда доставать ее не надо. Наверное, и все. Ну, вот. Значит, здесь, как и предыдущие, так сказать, посылки от этой же компании, это спрей, антикоррозийный спрей для обработки клинков. Ну, пока не открывал, не пробовал. Не знаю, может быть эффективно, может быть нет, трудно сказать. Попробую, расскажу. Вот. Побрызгал, втер, протер насухо и забыл. Ну, вроде как фирменная вещь. Как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. Прислали и хорошо. А это вот микрофайбер. Тоже вторая пришла. В той посылке такая же штучка тоже была. Приятная штучка. Микрофайбер для протирки клинков. Тоже фирменная. Хвалу, Гринд. Это магазин. Очень неплохой магазин во Флориде. Во Флориде. Правильнее будет выражаться. Неплохо. И вот такой нож сегодня у нас на распаковке. Резкость у нас нормальная. Информации тут много, поэтому я подержу немножко в кадре. Ну, вот здесь они конкретно не пишут, что это кастом. Однако в аналисе магазина они пишут, что это кастомный нож. Ну, вот Рис Вейланд. Я расскажу вам несколько слов. Позже расскажу об этом мастере. Об этом ножевом дизайнере и ножмейкере. Весьма интересном. Для этого конкретного ножа он делал Гринд этого ножа вручную. Поэтому они пишут, что он как бы кастомный. Ну, давайте смотреть. Давайте смотреть. Вот этот ножик. Что у нас тут ещё? Всё, достанем. Вот. Так, насколько я понимаю, это гарантия, да. Причём вот такая вот. Пожизненная. Поэтому беспокоиться о том, что что-то случится с пружиной. Либо ещё с чем-то не приходится. Пожизненная гарантия. Это очень и очень приятно. Разумеется, не от магазина, а от компании Гардиан Тактикл. Молодцы, ребята. Мало того, что делают очень качественные вещи, но ещё вот обеспечивают свои изделия по жизненной гарантии. Очень приятно, что говорить. Ну, вот такой нож сегодня получился у нас. Немножко мелковат он, мне кажется, чуть-чуть. Вот он. Ещё ближе. Рекон. Разведка. 0,35. Запатентованные детали внутри. Ух ты! Ну, в общем-то, да. Их, в общем-то, я думаю, что если он десяток сделал, может, чуть больше. У меня нет точной информации. Я пытался найти, нигде не смог найти. Но я думаю, что это очень ограниченная серия. Посмотреть, какой номер, и всё сразу становится понятно. То есть, речь не идёт даже о десятках, тем более о сотнях. Это очень ограниченная серия. Десять, двадцать, я думаю, порядок чисел именно такой. И вот такой клинок. Я, когда его увидел, загорелся. Вот такой вот клинок. Да, вот здесь инициалы мастера, кто клинок делал. Рис Вейланд. Видно хорошо. Феноменальной красоты, конечно, клинок. Совершенно феноменальный. Я вам скажу честно и откровенно, я когда вот получил вот этот вот нож, я захотел взять ещё модель Элит. Она очень похожа. По размерам может быть чуть меньше, но ненамного. Если и меньше, то ненамного. Она идёт с клинком Танто и с Рейтером неполным, частичным на РК. Вот очень интересный нож. Но он подороже, конечно, чем этот. Вот. Элитная серия. Но дело всё в том, что вот этих ножей практически нет. Вот сейчас, если они распродадут остатки, там практически уже не осталось ничего, то их уже и не будет. А вот ножи Элит, они есть как бы, причём в разных магазинах, и можно просто на самой фирме заказать. Вот. Поэтому он никуда не денется. Возможно, я его возьму, и может быть, даже не к следующему дню рождения, гораздо раньше. Вот. Ну вот, смотрите, размеры сравним. Видите? А есть ещё меньшая модель, 0,25. Это вот 0,35, 0,40 модель Рекон. Есть ещё 0,25. Ну, это совсем малютка. Вот. Ну, этот нож, конечно, великолепен. Клинок у него красоты умопомощительный совершенно. Посмотрите, как всё сделано. На кончик посмотрите. Как игла. Ну, очень хорошо заточен. Можно бриться. Кстати, тот тоже нож заточен. Потрясающе. Абсолютно. Вот такой вот нож. Ну, статусная вещица, на мой взгляд. Такой костюмник. Нож под хороший костюм. Инкрустированы такие вот вставочки из карбонфайбера. Накладки алюминиевые. Сделан с такими вот накладками. Причём, смотрите, клипса, клинок, фурнитура, торксы. Всё надировано под бронзу. Такой лёгкий, такой золотистый оттенок. Очень красиво. Я не знаю, камера вечером передаёт это или нет. Но очень красиво. Кстати, не такой же хилый клинок. У него где-то 3,5 мм в обухе, не меньше. Не меньше. Ну, какой клинок красавец. С таким роскошным звуком открывается-закрывается. Ну вот, давайте ещё раз сравним с ножом Microtec. Комба Трюден. В размерах. Вот, видите. Но это крупный нож. Это реально крупный нож. Вот. Но этот хорош, конечно. Я вообще обожаю такие клинки. На автоматических ножах. Дело в том, что для задач ежедневного ношения совсем не обязательно пользоваться автоматом. Можно спокойно обычный фолдер использовать, что я и делаю чаще всего. Ну, в машине у меня вот автоматически нож ездит со мной. Алмарчик мой. Так до сих пор и вожу. Вот. А вот эти ножи, конечно, уж если говорить, так сказать, кто-то озабочен целями самообороны, то вот эти клинки обоюдоострые, они, конечно, эффективнее. Безусловно. Поскольку могут наносить ущерб при движении как в одну, так и в другую сторону. Вот так мягко выражаюсь. Хотел бы сказать об этом. Вот. Ну. Обратите внимание, вот эта вот фирменная фишка. Ну, вот здесь, конечно, намного туже. Приходится усилие прикладывать прилично на закрытие. Ну, вот посмотрите. Видите? Здесь нет пластинки этой вот стальной, как здесь. За счет этого, и кроме этого здесь три керамических подшипника, самосмазывающих с подшипника три штучки. Черные шарики. За счет этого, конечно, вот эти ножи славятся легкостью открытия-закрытия. Механика безупречна, конечно, у них. Вот. На комбат-тридоне этого нет. Здесь скользит прямо по алюминию надированным ползунок. Кстати, обратите внимание, форма ползунка тоже более эргономична на моделях Guardian Tactical. Обратите внимание. Здесь полная симметрия. Здесь он сделан несколько асимметрично, это удобнее. То же самое и здесь. Вот. Так вот, несколько слов, как я и обещал, о мастере, который выполнял вот этот, исполнил этот замечательный совершенно клинок, Рис Вейланд. Он, как он писал сам и себе, проявил интерес к ножам, к их изготовлению в возрасте 12 лет. его дядя, археолог-любитель, который изготавлял ножи, тоже на любительском уровне, из лезвия пилы, как он писал, Рис Вейланд, он ему подарил книжку о том, как изготавливать ножи, как делать ножи. Ну, и после этого пошло и поехало. Значит, достаточно давно уже Рис Вейланд вступил в гильдию Найфмейкеров США. В 1988 году это было. Уже достаточно давно. Вот. И для того, чтобы вы понимали, так сказать, его мастерство, уровень его мастерства, вот можете посмотреть на одну из его моделей. Это кастомный, тоже автоматический нож, растер. Очень известная модель с клинком из дамасской стали. Клинок типа как бил. Накладки, выполненные из бибня мамонта. Когда будете смотреть, так, на минуточку представьте себе, что он стоит порядка 2000 долларов. Вот. И вот второй его нож, тоже растер, очень похож на первый, но только накладочки выполнены уже из зуба мамонта. Дорогие модели, ну, как вы понимаете, даже при наличии денег их купить практически нереально, поскольку все это улетает мгновенно. Даже несмотря на такие цены. Ну, вот, вот этот нож руками Риза Вейланда изготовлен этот великолепный клинок. Ну, он, конечно, мельче, заметно мельче, чем вот оба ножа. И Риконель 40-й, и Камбатрюден, ну, клинок 89 миллиметров, не такой уж и маленький. Вот такой интеллигентский, интеллигентный, подкостюмный, такой, статусный ножик. великолепный звук, открытие-закрытие, безупречная механика. Мне нож понравился, очень красивый. Прекрасная вещь, коллекция. Думаю, что я с подарком не прогадал. Ну, элит от меня никуда не денется, он не убежит. Они есть, в общем-то, в достаточно разных местах. Он подороже, он подороже, чем вот эта вот модель. Подороже, где-то, наверное, долларов на 130, вероятно. Потрясающий нож, совершенно. Я сегодня не буду останавливаться на определенных технических деталях. Все-таки, сейчас уже есть у меня возможность уже два ножа сразу обозревать. Я по ножам этой компании сделаю еще отдельное видео, постараюсь, на сей раз уже она будет побыстрее у меня появится, я думаю, на канале в самое ближайшее время реально постараюсь, так сказать, не обмануть ваши ожидания по этой части. Расскажу об двух этих ножах, об их особенностях, и вот сравним с моделью Камбат Трюда. Очень мне тут нож нравится тоже. Совершенно роскошный нож. Очень нравится. Как-то я рассказывал, может, при Невите смотрели, я один раз достаточно серьезную травму себе при не очень аккуратном обращении. Кровище было. Пропорол себе палец. Но не при открытии, нет. Здесь настолько кончик острый, что, ну, надо крайне осторожность проявлять. Это серьезная вещь, очень реально. Ну, а здесь не менее острый. Поэтому эта осторожность с обращением такими вот вещами, такими инструментами не повредит. Единственное, что я сейчас делаю, это, наверное, порежу еще бумажку на камеру. Посмотрим заточку. Ну, давайте в порядке очередности. Так, этот нож нам не понадобится. Хотя, можно им еще. Он очень острый заточен, потрясающий совершенно. Значит, вот, вначале вот этим посмотрим. ну, по-моему, все понятно. По-моему, все понятно. А теперь вот этим проверим, как здесь дела обстоят. по-моему, он не хуже заточен, как мне показалось. Повернем. Ну, может быть, чуть хуже, но вполне приемлемо для клинка типа даггер. Да, он чуть похуже заточен. Вот эта сторона поинтереснее. Ну, для этих ножей такая бритвенная острота в общем-то и ни к чему. Хотя, заточен неплохо. И смотрим комбо отрядом, кто не видел. мне даже страшно вспоминать такую все травму. Но, правда, давно было. Как-то задумался. Да, этот нож, конечно, здесь все отлетает. весь листочек и скрошили. Ладненько. Значит, по ножам я по всей видимости именно вот закончу тему с ножами Guardian Tactical. и более подробно поговорим в том числе о технических характеристиках. Расскажу, сколько это все весит, размеры. Ну, по-моему, и так вот хорошо видно разницу. Вот. На этом я с вашего разрешения закончу. Великолепный нож. Очень мне понравился. Особенно клинок. Просто прелесть. Шикарен. Вот так вот. Вот он, красавец. На ваши возможные вопросы я, как всегда, отвечу с удовольствием. Оставайтесь здоровыми. Всем всего самого-самого доброго. Продолжение следует...